МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Игорь Кошин проведет прямую линию в радиоэфире «Север-ФМ». Традиционный сеанс прямой связи главы региона с населением стартует завтра в полдень на частоте 103,5 ФМ. Губернатор ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире. Следить за ходом прямой линии главы округа также можно будет на сайте mtrk.sever.ru на странице «Север-ФМ», где доступно онлайн-вещание радио. Анонсируя прямую линию, глава региона отметил, что сегодня мы входим в период массовых летних отпусков, когда многие жители округа уедут за его пределы. Поэтому сейчас многих волнуют вопросы, связанные с льготной дорогой, со своевременностью выплаты отпускных и зарплат. Кроме того, глава региона намерен поделиться планами на предстоящий летний период, когда округу предстоит большая подготовительная работа, связанная с завозом во время навигации грузов для обеспечения важных процессов жизнедеятельности региона на ближайший год. Задать вопрос Игорю Кошину можно непосредственно во время проведения прямой линии по телефону 2-10-25. Поддержали коллег из Государственной думы и парламентов субъектов Российской Федерации. Депутаты окружного собрания депутатов положительно отреагировали на законодательные инициативы по внесению изменений в ЖК РФ в части уплаты взносов на капремонт жилья, а также в закон о реализации прав инвалидов на получение места под строительство гаража или стоянки. Инициативы рассмотрели на прошедшей парламентской сессии. Замена компенсации взносов на капремонт полным освобождением от их уплаты. Такой механизм принят и уже действует в Нинницком округе для людей высокого возраста. Напомню, жители Нау старше 70 лет освобождены от уплаты 50% взносов на капремонт. Лица старше 80 лет полностью. В этом плане наш регион оказался впереди планеты всей. Сегодня аналогичные изменения вносятся в ЖК РФ на федеральном уровне. Депутаты такое решение поддержали. Кроме того, окружные законодатели поддержали инициативу коллег из региональных парламентов, расширяющие категорию людей, которые освобождаются от взносов на капремонт. Действующие редакции ЖК РФ освобождаются собственники жилых помещений, проживающие также, например, совместно такими же неработающими пенсионерами. Мы предлагаем распространить это освобождение или компенсацию на те семьи, где есть не только пенсионеры, а также и, например, неработающие, несовершеннолетние дети или приемные дети. Еще одна инициатива, актуальная для нашего региона, внесение изменений в реализацию прав инвалидов на получение места под строительство гаража или стоянки. Такая норма сегодня прописана в законе о социальной поддержке инвалидов. Но дело в том, что в Гражданском кодексе такого понятия, такого объекта прав как места нет, а есть понятие земельного участка. И поэтому на местах, в том числе у нас в округе, были случаи, когда затягивалось решение этого вопроса или доходило до споров, потому что не соответствовали терминологии двух законов. Гражданского кодекса и закона о социальной защите инвалидов. Поэтому мы поддержали инициативу наших коллег, чтобы внести изменения в закон о социальной поддержке инвалидов и привести в соответствие эти два понятия. Я думаю, это облегчит жизнь инвалидам при решении этого вопроса. На сессии депутаты также поддержали решение администрации Нинецкого округа о реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений. К школам лесозавода Амдр, Мустькары и Нижний Пеши присоединят детские сады. Одним целым станут дошкольные образовательные учреждения «Ромашка и Родничок». К детско-юношескому центру «Лидер» присоединят «Старт». На стадии рассмотрения вопроса решение о реорганизации обсуждалось в коллективах и на сходах граждан. Напомню, инициатива по объединению принадлежит самим руководителям, чьи учреждения попали в трудное финансовое положение. Вторая школа плюс детский сад «Теремок» – это объединение, собственная инициатива руководителя учреждений. Мотив – затруднительное положение, в которое попала школа микрорайона лесозавод. Согласно нормативно-подушевому финансированию, для городских школ существует стандарт – 25 человек в классе. Сегодня во второй школе обучается 311 ребят. Этого явно мало для достаточного финансирования учреждений из бюджета округа. Но у медали есть и другая сторона. Вместить больше детей в здание школы просто не сможет. Объект рассчитан на 190 человек. Спасает только старое здание школы. Объединение с детским садом «Теремок» поможет решить сложившуюся проблему. В результате реорганизации будет сокращена должность заведующего детским садом, а также отдельные должности административно-управленческого и обслуживающего персонала. Заведующий детским садом будет переведен, при наличии согласия, на должность заместителя директора средней школы, руководителя необособленного структурного подразделения. По информации департамента образования, высвободившиеся в результате реорганизации средства, только в этом году составят около 400 тысяч рублей. В последующие годы – до 2,5 миллионов. Эти финансы в учреждения и пойдут на образовательный процесс, заработные платы педагогов. Есть в реорганизации определенные плюсы. Объединение обеспечит непрерывность образования на трех уровнях и преемственность. По такому же пути пойдут учреждения образования в Амдерме, Нижнепёше и Усть-Каре. Норматив для сельских школ составляет 14 человек. Например, в школе Усть-Кара сегодня обучается 93 человека. Средняя наполняемость – 10,3. В детский сад посещают 40 человек. Объединение также поможет уложиться в норматив подушевого финансирования. Кроме того, объединение учреждений позволит сократить затраты на обслуживание зданий и рационально использовать свободные площади. В результате реорганизации в учреждениях Амдерме, Усть-Каре и Нижнепёше также произойдет сокращение штатных единиц и ставок персонала. Одним целым станут также детские сады Нарьинмара – «Родничок» и «Ромашка». Необходимость реорганизации обусловлена потребностью повышения качества реализации общеобразовательных программ путем создания единой материально-технической базы единого кадрового потенциала. В дальнейшем планируется переезд реорганизованного учреждения в здание детского сада на 220 мест по улице Авиатора в городе Нарьинмаре, строительство которого к летнему периоду завершается. Реорганизация коснется и учреждений дополнительного образования. К детско-юношескому центру «Лидер» присоединится «Старт». Организации имеют схожие цели и задачи – реализация дополнительных программ в области физкультуры и спорта. На их базе занимаются спортом и дополнительным образованием около тысячи детей. Объединение материальной базы и педагогического состава позволит увеличить охват детей дополнительным образованием и расширить спектр услуг. При этом сокращение педагогов и тренеров не предполагается. Все решения администрации Ниньинского округа были согласованы и приняты депутатами региона. Процесс не оптимизации, а ради оптимизации. На мой взгляд, все, что мы сегодня проголосовали, это как раз сохранить систему образования, которая была в округе у нас выстроена, и самое главное – дать шанс им на дальнейшее финансирование центра. Если мы рассматриваем школу-сад, вот эту систему, то мы здесь обязательно должны упомянуть то, что мы реорганизуем учебное заведение, которое в шаговой доступности. Возьмем пример вот такой известной, старинной, замечательной школы, как поселок Лисозавод. На сегодняшний день, к сожалению, никто не виноват, что было построено здание с малонаполняемостью денег. То есть для городской школы 25 человек в классе в данном здании посадить детей некуда. Следовательно, несмотря на то, что детский сад Теремок очень успешный и самодостаточный, мы создаем новый вот такой кластер школы-детский сад с тем, чтобы вопросы по заработной плате, вопросы по соотношению АПУ и педагогов, самое главное – вопросы преемственности между дошкольной образовательной организацией и школой были максимально отработаны. Как отмечают представители профильного департамента, проведение реорганизации образовательных организаций позволит сэкономить средства, связанные с содержанием административно-управленческого и обслуживающего персонала и общихозяйственными расходами. Это позволит перераспределить освободившиеся средства на организацию основной деятельности и увеличение уровня оплаты труда педагогических работников. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» в Нинецком округе предложило на должность бизнес-омбудсмена региона к кандидатуре Германа Сопочкина. Инициативу общественной организации, представляющей в округе интересы предпринимательского сообщества, озвучил глава региона Игорь Кошин в ходе заседания Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. Координатора достойна и является специалистом в области инвестиционной инвестиционной, имеет зачисленный опыт в работе в муниципальной службе и государственной службе. На сегодняшний день обладает достаточно широтой знаний и опыта, которые могут быть востребованы в работе регионального бизнес-омбудсмена. В поддержку кандидата на должность бизнес-омбудсмена выступили окружные предприниматели, а также представители общероссийской общественной организации «Деловая Россия», отметив, что представлять Ниницкий округ на площадках федерального значения по обсуждению проблем развития предпринимательства должен человек, обладающий всей полнотой информации о социально-экономической ситуации в регионе. Герман Сопочкин родился в Наринмаре в 1984 году, закончил Поморский государственный университет, получив квалификацию юриста. Имеет опыт работы в Управлении федерального казначейства ПАНАО, Комитете по управлению муниципального имущества администрации Заполярного района. В настоящее время является заместителем председателя контрольно-ревизионного комитета аппарата администрации Ниницкого округа. В соответствии с окружным законом, одобренную предпринимательским сообществом округа к кандидатуру, отправят на согласование уполномоченному при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борису Титову, после чего будет принято окончательное решение. Соблюдение прав ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь, образование и социальное обеспечение, отдых и оздоровление. Эти и многие другие неотъемлемые права детей Ниницкого округа находятся под контролем уполномоченного по правам ребенка в НАО Риммы Галушиной. Доклад о своей деятельности в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 2016 году детский омбудсмен представил на сессии регионального парламента. Из всех существующих форм работы детского омбудсмена наиболее эффективной Римма Галушина считает обращения граждан. Именно в них жители региона, как правило, сообщают о конкретных ситуациях, в которых нарушаются права ребенка. Так, в прошлом году в адрес уполномоченного граждане обращались 153 раза. Нарушение прав детей было установлено в 56 случаях. В результате обращений граждан детский омбудсмен посетила семьи Индиги, Каратайки, Красного, Оксина, Нельминого носа, Тельвиски, Харуты и Великовисочного. Лидером по количеству обращений по-прежнему остается сфера образования. Жительница одного из населенных пунктов сообщила, что ребенок не получает необходимой помощи специалистов дошкольного учреждения. Из ответа руководителя на мой запрос следовало, что специальных условий с учетом индивидуальных особенностей ребенка не создано. Не организованы коррекционные работы с ребенком, социально-психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка. Таким образом, было нарушено право ребенка на получение образования в соответствии с его особенностями развития. Считаю, что профильному департаменту необходимо разработать систему мониторинга качества дошкольного образования. Вопросы инклюзии остаются и в школе. Прежде всего, они связаны с кадровым обеспечением. По итогам обращений, Римма Галушина рекомендует профильному департаменту принять исчерпывающие меры по кадровому обеспечению инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и в общеобразовательных организациях. Особое внимание у полномоченного было обращено и на соблюдение прав детей на отдых и оздоровление. С проверкой Римма Галушина посетила санаторий «Искра», где пребывали дети из Ненинской школы имени Пырерки. Условия для отдыха и оздоровления были созданы хорошие, но отсутствовал контроль посещения детьми оздоровительных процедур. Кроме того, возникли проблемы с самовольными уходами детей из-за неисправности ограждения территории. Воспитанники детского дома отдыхали в Ивановской области. Замечательный отдых был обращен тем, что в результате сокрытия сотрудниками пансионата в случае инфекционного заболевания 9 детей по приезду в Наринмар были госпитализированы в инфекционное отделение окружной больницы. Чтобы избежать подобных случаев в будущем, Римма Галушина рекомендовала тщательно проверять лагеря, изучая условия размещения и безопасность пребывания детей, а также проводить профессиональный отбор специалистов из числа педагогов, медицинских работников, сопровождающих детей на отдых за пределы региона. Проблемным вопросом Римма Галушина обозначила вопрос качественного образования детей, принадлежащих к этническим группам. На протяжении нескольких лет не реализуется право на образование для некоторых детей, чьи родители работают в ленивоческих хозяйствах. Департаментом образования, культуры и спорта проработан вопрос организации очно-заочного обучения. В 2016 году договоры были заключены с родителями 19 школьников. Численность необучающихся детей составляет 13 человек. Так, в нарушении части 1 статьи 67 Федерального закона об образовании в Российской Федерации девочка приступила к учебе в 9-летнем возрасте. По информации, полученной от родителей, ребенок в течение двух лет не вывозился с места кочевья в школу. В связи с этим следует обратить внимание на недостаточное взаимодействие всех должностных лиц, участвующих в организации вывоза детей к месту учебы. Особое внимание детского омбудсмена обращено на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно национальной стратегии действий в интересах детей, в 2017 году доля по увеличению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, должна достигнуть 90%. В Ленинском округе на учете органов опеки состоят 315 детей. 242 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях, что составляет 77% от общего числа. Во многом положительная динамика устройства детей в замещающей семье обусловлена действующей в регионе системой материальной поддержки семей, принимающих детей на воспитание и пропагандой семейного устройства. «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье», – отметила Римма Галушина. Поэтому важнейшей задачей детский омбудсмен считает профилактику социального сиротства в населенных пунктах округа, а также работу всех заинтересованных сторон по возвращению детей в кровные семьи. По итогам ежегодного доклада уполномоченного свои рекомендации дал и глава региона Игорь Кошин. У меня есть предложение. Мы давайте на базе собрания депутатов сделаем рабочую группу. Значит, совместно с уполномоченным от нас войдут по два представителя от профильных департаментов, выработаем рекомендации по устранению тех замечаний, которые прозвучали. Потому что на самом деле в рекомендациях прозвучало обратить внимание, нацелить, направить, углубить. Мы давайте выработаем конкретные рекомендации органов власти. Потому что нам по части вопросов надо будет вносить поправки в наше законодательство и надо будет смотреть по перераспределению внутри департамента бюджетных средств. Потому что у нас получается, мы сегодня тратим на образование 4,5 миллиарда рублей, на социальную защиту 2,5 миллиарда рублей. Имеем такие проблемы. Рабочую группу возглавит детский омбудсмен Римма Галушина. А 22 июня к следующей сессии собрания депутатов уже должны быть сформированы конкретные предложения рабочей группы, добавил глава региона. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Гусь не идет. Жители Коткина просят продлить сезон охоты на дичь. В Неницком округе создан территориальный рыбохозяйственный совет. Распряжение его созданий подписал руководитель Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Неницкого округа Сергей Андреянов. Для рассмотрения решения вопросов в сфере рыболовства объединились представители рыболовецких колхозов и семейных родовых общин КМНС, общественных объединений, рыбаки-промышленники и представители окружных органов госвласти. Целью Совета по рыболовству будет организация взаимодействия между окружным сообществом рыбаков, профильным департаментом и территориальными органами федеральных профильных ведомств. Планируется, что на общественной контроле обсуждения будут выноситься значимые проекты нормативно-правовых актов, регулирующие вопросы рыболовства на территории Неницкого округа. Территориальный рыбохозяйственный совет будет решать вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов на территории Неницкого округа, а также разрабатывать предложения по основным направлениям развития рыбохозяйственного комплекса региона. Жители Коткина просят продлить охоту на дичь. Из-за холодной погоды перелетные птицы не спешат лететь в округ для гнездования. По словам главы Коткинского сельсовета Вадима Глохова, весенняя охота в центральной части региона даже не началась, тогда как 28 мая она уже должна завершиться. Глава региона Игорь Кошин сказал, что в адрес министра природных ресурсов Дмитрия Донского направлено письмо с просьбой продлить сезон весенней охоты на 10 дней. Напомню, в этом году синоптики прогнозируют позднее прохождение ледохода из-за низких температур. По данным наутро 23 мая, особых изменений в ледовой обстановке не произошло. Голова основного ледохода находится на реке Печора, на участке Кедровый Шор, Медвежская. Это в 830 километрах выше Наринмара. На участке Мутный Материк у Сцельма отмечаются подвижки и разводи. Ниже по реке Наринмара ледостав с закраинами. Руководитель МЧС России по Нинецкому округу напомнил о безопасности на водоемах в период ледохода. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова